Проблема саморегуляции сегодня уже поднималась на круглом столе, посвящённом Выгодскому Семёновичу. И наши исследования, они связаны как раз с компонентом саморегуляции, произвольности, который выделяется в культурно-исторической теории Выгодского как одной из оставляющих частей именно высших психических функций. Нужно сказать о том, что, безусловно, сейчас растёт внимание к произвольности. Мы можем даже слышать о том, что именно саморегуляция является тем показателем, который в большей степени прогностичен в успешности детей в школе, в их дальнейшей жизни, чем раньше, например, говорилось о коэффициенте интеллекта. Да, и поэтому целый ряд программ, вы можете видеть на слайде, это те программы, в которых, опять же, акцентируется именно роль саморегуляции и её развитие в связи с освоением культурных средств. Если говорить о том, что понимается под саморегуляцией, под регуляторными функциями, то сейчас это те классические компоненты, которые выделяются, это и рабочая память, это и когнитивная гибкость и сдерживающий контроль. Вот, как правило, те классические компоненты, которые и изучаются. Можно сказать о том, что в последних исследованиях сейчас уже известны лонгитюдные данные, которые убедительно как раз показывают, что действительно регуляторные функции, они связаны с успешностью, дальнейшей успешностью социальной, с целым рядом параметров, связанных с этой социальной успешностью, начиная от отношения к своему здоровью до действительно эффекта построения социальных отношений. Но мы перейдём именно к возрасту дошкольному, к возрасту, когда, согласно, с точки зрения Выгодского, как раз и происходит формирование произвольности, и сначала сосредоточимся на тех методах, которые мы использовали в нашей работе для изучения саморегуляции. Да, ну вот, в первую очередь, это батарея комплексного нейропсихологического обследования, которая достаточно широко известна за пределами России, и мы использовали второе издание батареи НЭПСАЙ. Дело в том, что именно эта батарея основана на целом ряде постулатов культурно-исторической теории. Те, кто знакомы с этой батареей, знают о том, что целый ряд методов, который в ней представлен, был и разработан фактически учениками Выгодского и учениками учеников Выгодского, то есть выполнен в такой культурно-исторической парадигме. И, кроме того, мы использовали тест Зелаза, тест, который в первую очередь направлен на изучение когнитивной гибкости. Он достаточно прост в проведении, я не буду здесь комментировать инструкции. Он тоже широко известен, и его результаты позволяют достаточно чётко дифференцировать успешность детей в когнитивной гибкости. И вот первый такой блок результатов, о котором я хотел сказать, это они связаны с освоением математических навыков. Дело в том, что сейчас большое внимание уделяется именно математическим навыкам, как навыкам, опять же, которые в свою очередь прогнозируют и успешность в вербальной сфере. И мы провели такое комплексное исследование, в котором, с одной стороны, мы посмотрели на понимание ребёнком состава числа, устного счёта, понимание структуры числа, то есть тех основных компонентов, которые связаны с пониманием числа ребёнка. Да, ну вот, например, это пример как раз задания на определение, умение определять числа, умение идентифицировать число, умение определять большее из двух представленных чисел. Структура числа связана с умением фактически моделировать, то есть понимание десятичного строения числа и умение его воспроизводить. Вот представлена выборка детей, на которой было проведено данное исследование, и основные результаты, во-первых, нам позволили выделить три группы, условно выделить три группы детей в развитии регуляторных функций, которых можно было обозначить как низкое, обозначить как умеренное или среднее, или высокое. И вот в соответствии с выделенными группами мы получили соответствующие результаты. То есть фактически по всем изучаемым нами показателям дети с высоким уровнем развития регуляции существенно опережали своих сверстников в понимании числа, в счёте, в понимании структуры числа. И даже мы вот видим, что те дети, которые, к сожалению, не обладали достаточно высоким развитием саморегуляции, для них понимание трёхзначных чисел, в общем, не представлялось возможным. А теперь несколько другая сфера, которая нас тоже интересовала. Это фактически модель психического или теория сознания, то есть то, как связано понимание другого и развитие саморегуляции. Для этого мы использовали, вы видите, опять же, ту выборку, на которой это проводилось. И мы использовали два основных метода. Это, с одной стороны, те субтесты, которые представлены в рамках той батареи, о которой я говорил, нейропсихологического комплексного обследования, а с другой стороны, это методика тест понимания эмоций, о которой вчера как раз говорил Франциско Понс. И вот результаты, которые мы получили, они убедительно нам говорят о том, что, с одной стороны, безусловно, регуляторные функции, они говорят, могут быть связаны с когнитивным развитием, с теми математическими навыками, о которых я говорил ранее. Но, с другой стороны, оказывается, что, например, понимание эмоций другого, оно также связано с компонентами саморегуляции. Вот, например, с развитием сдерживающего контроля. И таким образом мы можем делать выводы о том, как развитие саморегуляции способствует развитию на теории сознания, то есть пониманию социальных отношений. Не менее важным для нас было посмотреть взаимосвязь развития регуляторных функций и игровой деятельности, поскольку именно игровая деятельность в контексте культурно-исторической теории рассматривается как ведущая, то есть та деятельность, в рамках которой происходит формирование и развитие ребёнка в максимальной степени. Фактически можно говорить о том, что именно в игровой деятельности зона ближайшего развития, о которой писал Выгодский, представлена максимально, поскольку ребёнок её в каком-то смысле здесь создаёт для себя сам. Для нас, безусловно, вопросом был тот подход к изучению и пониманию игры, поскольку существуют разные методологии измерения развития игровой деятельности. Здесь мы опирались на понимание изучения игры Елены Олеговны Смирновой, в рамках которой выделяются основные, такие основные компоненты, как, с одной стороны, это игровое замещение, которое представлено замещением и ролевым, замещением объектов. С другой стороны, это игровое также взаимодействие, которое представлено, собственно, общением между детьми в рамках игры. И, кроме того, это замысел игры или идея игры, удержание этой идеи. Но, опять же, это название блоков, за которыми стоит целый ряд достаточно сложных показателей. Что я скажу об основных результатах в таком обобщенном виде, к сожалению, мы увидели, что не существует четкой взаимосвязи между таким важным понятием, как ролевое замещение и развитием саморегуляции. К сожалению, мы этого не увидели. Возможно, это связано с достаточно ограниченной выборкой. Увидели это немногим более 50 детей. Но в то же время мы увидели, что, безусловно, существует взаимосвязь между развитием идей игры и когнитивной гибкостью. Мы также увидели, что существует взаимосвязь между эмоциональным общением детей и, опять же, элементами сдерживающего контроля. То есть эффективное взаимодействие между детьми, оно, опять же, связано с развитием произвольности у детей. И еще один аспект, который для нас также оказался важным, это взаимосвязь развития регуляторных функций и качества образования, то есть фактически той среды, в которой находится ребенок. Если мы исходим из того, что именно регуляторные функции оказываются важны и для когнитивного развития, и для эмоционального развития, и вообще для гармоничного развития ребенка, то, естественно, было посмотреть на то, как влияет окружающее ребенка в условиях дошкольного учреждения среда. И с этой целью мы использовали шкалы Экерс, которые были адаптированы в большом исследовании, которое проводилось в Московском городском университете. Соответствующая публикация была в журнале «Современное дошкольное образование». Более 70 регионов. То есть мы можем говорить о том, что действительно этот инструмент был надежно опробирован, и мы использовали именно его в сопоставлении с данными детей о развитии саморегуляции. Да, вот наша выборка. Я говорю, что это только первый этап. Выборка уже на данный момент увеличена. Но, тем не менее, нам удалось выделить условно три уровня качества. И самое для нас было удивительное то, что по первому показателю, то есть фактически физическое окружение, его оснащенность, группы с низким качеством, этот показатель был выше, чем группы в целом с более высоким качеством. Да, ну, мы не будем делать здесь выводов, поскольку, опять же, безусловно, выборка нуждается в увеличении, но, тем не менее, это говорит о том, что, к сожалению, действительно не всегда имеющиеся материальные ресурсы у дошкольного учреждения используются максимально полезно для детей. И результаты. Да, результаты получились достаточно неоднозначные, поскольку мы увидели, что и в группах с высоким качеством есть определенные компоненты, которые развиваются, если мы говорим о саморегуляции, более успешно. И в то же время мы увидели некоторые компоненты, которые разбиваются достаточно успешно в группах с низким качеством. То есть, безусловно, перед нами здесь возник целый ряд вопросов, на которые мы сможем ответить, и, я уверен, в дальнейших исследованиях, поскольку у нас они запланированы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Александр Николаевич. У нас есть возможность задать вопросы присутствующим спикерам, с которыми связь есть. Александр Николаевич, вам вроде хотят задать вопрос, если я ошибаюсь. Ну, хорошо. Давайте. Следа более богатая была, да? А показатели были хуже, чем у детей, где предметная среда была беднее, хуже устроена? Нет, нет, не совсем так. Нет. То есть, и в богатой среде были свои преимущества, но и в среде недостаточно богатой тоже были дети, которые выделялись по определенным показателям. То есть, мы не можем сказать о том, что бедная среда более эффективна, или богатая среда более эффективна. Скорее всего, если отвечать дальше, продолжать на этот вопрос, то, по-видимому, речь идет о том, что данный инструмент, он показывает те показатели, которые, по-видимому, не находятся в прямой зависимости с развитием ребенка. То есть, по-видимому, есть такое предположение, что фактор педагога, непосредственно который все-таки оценивается шкалами в меньшей степени, он будет более решающим, да, фактор взаимодействия взрослого и ребенка. Я с вами совершенно согласна. Я совершенно согласна в том, что самый главный фактор в дошкольном образовании, в первую очередь, педагог, и, наверное, вкладывать в педагога, это самое такое перспективное направление развития дошкольного образования. Спасибо. Я тоже, если можно, прокомментирую. Я бы это интерпретировал следующим образом, что никакая предметная среда сама по себе не работает. То есть, как бы здесь понятно, что мы должны все-таки стремиться к ее насыщению, но при этом очень важно, насколько педагог умеет использовать этот ресурс. Спасибо, Александр Николаевич.